Практическая психология Практическая психология И если все-таки мы решимся на это, то на что следует обратить внимание? На самом деле тема очень актуальная Лето вот-вот наступит И все какие были планы, например, намечены уже зимой У кого-то даже были еще с осени куплены путевки То сейчас, конечно, приходится планы менять Но это тоже, с одной стороны, грустно С другой стороны, когда мы выходим вот с этого автопилота, когда мы знаем, что летом мы сначала отправим ребёнка в лагерь, потом к бабушке, потом поедем на море, то вроде как бы всё понятно. Сейчас такая ситуация, что нужно мыслить по-новому. То есть всё, мы должны себя взять в руки и придумать своё лето таким образом, чтобы оно не пролетело мимо, чтобы было оно таким запоминающимся. И в своём роде каким-то уникальным. Потому что, ну вот, если, например, мы вспомним наших великих писателей, то их какие-то ссылки или какие-то вот такие ситуации, в которых они оказались, может быть, и случайно, может быть, и не совсем желательно для них, но это подарило нам великие произведения и стихи, которые мы учим уже многие из училища. И столетия, да, наши дети учатся. И наслаждаются в то же время. И действительно, мы видим в них какой-то глубокий смысл. Поэтому, возможно, в этом лете будет тоже какой-то особый глубокий смысл для каждого из нас, если мы захотим его, собственно, найти этот смысл и организовать своё лето каким-то новым для нас способом. Действительно, сейчас мы с вами чётко понимаем, что вот те правила, те устои, которые у нас были, да, с вами из года в год, они, скорее всего, не сработают. И мы садимся за семейный стол, да, создаём семейный совет, где подключаем все поколения. Там, да, мужа, детей, бабушек, дедушек, да, у кого-то, может быть, даже есть прабабушки, прадедушки, и решаем вместе, как же прожить это лето. Ну, потому что у каждого есть определённые потребности. Действительно, очень важно вот как раз ориентироваться на свои потребности. То есть, например, если мы хотим поехать на море, то какая за этим скрывается потребность? Мы, может быть, хотим... Давайте попробуем. У кого-то отдохнуть, например. Да, у кого-то отдохнуть. Кто-то, например, хочет просто сменить обстановку. То есть, считают, что если я в отпуске никуда не уеду, то, собственно, я этот отпуск не почувствую. Поэтому сменить обстановку можно и другими способами. Вот давайте проговорим, да, например. Действительно, мы все с вами ожидаем того, что вот этот отпуск случится. И у многих, конечно же, уже по плану будут отпуска. Но не сможем себе, например, позволить сейчас всей семьёй, ну, из каких-то соображений, там, не знаю, там, да, безопасности, да, уехать на это самое море. То каким образом мы можем с вами что? Что вот сейчас можем запланировать? Ну, вот если у нас, например, есть потребность узнать что-то новое, то вполне мы можем попутешествовать и по нашей стране, да, и по нашей даже Кировской области. Вот, пожалуй, очень много лет я откладывала, наверное, всё-таки этим летом я осуществлю свою поездку на Жуковлянские валуны, которые под Котельничем. Абсолютно уникальная вещь, такая достопримечательность, которая, ну, в общем-то, нисколько не уступит, например, дольменам. То есть стоит посмотреть. То есть а какую потребность закрываете при этом? Скорее всего, это как раз потребность в смене обстановки и что-то такое вот увидеть уникальное, да, то есть разбудить какие-то эмоции, испытать какие-то чувства. Да, чтобы это было что-то такое, что навсегда и дальше, пусть и на этот год, это будет каким-то таким незабываемым впечатлением и осуществлением какой-то давней мечты. Вот было у нас одно лето, когда тоже не было возможности далеко и надолго выехать, и мы отправились в Кунгурские ледяные пещеры. Великолепно. Потрясающе, да. Два дня, но эмоций столько, что мы вспоминаем до сих пор, и кажется, что это вот было буквально вчера. Далее. Если мы хотим отдохнуть, то есть мы осознаём, что у нас потребность в отдыхе, да, то тут надо садиться и разбираться, да, я хочу отдохнуть от чего. От работы, от детей или же сама от себя, да. Такое ведь тоже бывает. Да, действительно. И здесь очень важно подумать, каким образом вот этот ваш отдых именно для вас, вы как его ощутите? Для кого-то, может быть, отдых – это смена деятельности. То есть если мы, например, посмотрим на поколение наших мам, может быть, бабушек, для них отдых – это дача, да, то есть то, что мы называем сад, огород. Они приезжают, работают на земле, и это их очень радует, успокаивает. И самое главное, что потом такой урожай, как результат вот этого вот отдыха. Да, да, да. Поэтому, ну, может быть, и в эту сторону подумать, да, если, например, кто-то никогда не занимался садоводством, это не значит, что надо засадить сейчас 25 соток, да, можно вполне посадить несколько грядочек и за ними ухаживать и радоваться тому, что у вас это есть. И получать при этом удовольствие, да, то есть если цветок раскрылся, да, то вы насладитесь этим процессом. Недавно это была маленькая семечка, а сейчас, посмотрите, благоухает какой шикарный бутон, да? Да, совершенно верно. Может быть, это просто там мята или мелиса, которую вы добавите в чай, или там засушите и будете зимой вспоминать о том, что вы это вырастили. Ну, и это возможность также отдыхать вместе с детьми и детей приобщить вот к полезному труду, который и в будущем им поможет. И, с другой стороны, это, ну, такой наглядный пример, да, у нас многие дети не знают, как растёт картошка, как растёт морковка, да, откуда это она у нас в магазине появилась. Поэтому это очень важно. А действительно мы в практике такое, да, с вами встречаем, когда ребёнок не знает, что томаты растут на, там, веточках, да, то есть они уверены, что томаты – это что-то из ряда воноходящее, да, вот. Ну, и таких вообще историй мы можем, конечно, много рассказать, да, из своей практики. Но это опять-таки сейчас, вот, если, например, возвращаясь, да, у нас же всё взаимосвязано, да, Аня, то это, ну, лето – великолепная возможность своих детей научить каким-то очень полезным навыкам. Это действительно так, и это не просто научить, это и показать им, как ты это делаешь, это быть вместе в процессе, да. Что очень ценно. Что очень ценно само по себе, потому что это очень яркие эмоции, и то, что мы делаем, это запоминается даже благодаря тому, что эмоции очень яркие. Хотя очень многие сейчас говорят, что мы и так уже, там, полтора месяца все вместе, и очень многие друг от друга устали, да? Ну, на самом деле, такое может быть, но находиться рядом и быть психологически рядом, эмоционально рядом – это не всегда одно и то же. То есть мы можем находиться в одной комнате, но при этом мысленно быть вообще совершенно далеко друг от друга. И, кстати, иногда от этого и устается, что вот ребенок постоянно тянет твою энергию, да, мама, поиграй со мной, мама, поговори, мама, расскажи, мама, там, еще что-то для меня сделай. А маме хочется книжку почитать или мама, там, сейчас занята мыслями о том, там, как построить свое будущее, что там будет с работой и так далее. Вот иногда порой мы от этого устали. А вот когда мы эмоционально становимся вместе и что-то такое вот значимое происходит, может быть, там, вечером мы сели на даче и развели костер. И посидели вот вместе, там, неважно, картошку мы запекли, там, мясо мы пожарили или просто у костра посидели, то есть это уже совсем другое времяпрепровождение. Да, потому что были мы все в моменте, да, мы друг друга видели, слышали и чувствовали, что немаловажно. Да, это вот здесь и сейчас, оно как раз вот сейчас нас вот в это возвращает, да, мы не можем от себя убежать, мы не можем убежать из каких-то там определенных границ, пусть там, нашей квартиры или нашего города. Но мы должны понять, что у меня сейчас происходит, что во мне сейчас происходит, что в моей семье происходит. Да, почему ребенок ежеминутно тебя возвращает, там, например, да, к себе и пытается, чтобы привлечь внимание, да, ваше к себе. То есть какая у него есть в этом самом потребность? Дети на самом деле тоже сейчас находятся в довольно-таки эмоционально сложной ситуации, потому что как мы взрослые много чего не понимаем, да, в происходящем и нам сложно планировать. Дети считывают наши эмоции, нашу тревогу, наши страхи, наши какие-то негативные эмоции, которые мы испытываем и транслируем. И ребенку становится страшно от того, что как будто бы мир такой небезопасный. Сейчас много историй про то, что дети боятся выходить на улицу, боятся контактировать со сверстниками. Вот тоже действительно есть такие клиентские запросы, когда говорят, ну, хорошо, сейчас там закончится процесс дистанционного обучения, да, и каким образом нашим детям взаимодействовать со своими друзьями, одноклассниками. То есть у родителей действительно есть такой запрос, да, то есть что делать? Или все лето держать его в заперти, или же... И вот здесь мы с вами обязательно должны, опять-таки, да, потому что это в любом случае наша зона ответственности. И это нужно согласовать со всеми. Совершенно верно. Здесь, во-первых, мы должны и побеспокоиться о безопасности ребенка, и, с другой стороны, о его психологическом комфорте. То есть, смотря в каком состоянии сейчас находится ребенок. Может быть, он готов уже закончить свою учебу и бежать во двор, гулять с друзьями, находиться на свежем воздухе. И, в общем-то, сейчас очень много мы вспоминаем о том, как было раньше, да, в нашем детстве, когда мы вставали с утра пораньше, уходили гулять и возвращались поздно вечером. Может быть, в этом тоже нет ничего плохого, потому что сейчас есть такой момент у детей, они постоянно нуждаются в том, чтобы их организовывали. То есть, вот, как раз вот эти вот лагеря, какие-то загородные или городские, там, спортивные секции организуют свои лагеря. То есть, они как раз вот выполняют функцию организации. То есть, как бы ребенок, да, с утра до вечера встроен в какую-то систему, ему нарезают задачи, он их выполняет. И в итоге мы с вами что видим? Видим поколение людей, которые... Которые нуждаются в аниматорах. Да, да. Или в том, чтобы их организовали, потому что сами себе они задач, да, занятия и времяпрепровождение нарезать не могут. Им очень сложно и во времени ориентироваться, да, то есть сколько, там, да, по часам даже сказать, во сколько, там, ты придешь, сколько у тебя времени есть на какое-то дело. Но ведь это тоже нужно тренировать. Ребенок, пусть он там какое-то время поварится в том, что он не может себя организовать. И дальше у него появится потребность самому себя организовать. Вот по своему сыну я увидела, вот когда началась только дистанционка, первые несколько дней, во-первых, сидели с утра до вечера, все как-то было сложно, непонятно. И потом у него у самого родилась идея, что надо написать план. И сейчас изо дня в день мы пишем этот план. То есть что нужно обязательно в этот день сделать. Чтобы четко понимать, да, как ты проживешь этот день. Да. И когда же, наконец, у тебя будет там та самая зона отдыха, к которой ты мечтаешь, чтобы она как можно быстрее приближалась. И на самом деле это очень здорово, и это такой полезный навык даже далее и в учебном процессе, и во взрослой жизни, когда ты сам умеешь себя организовать. И когда у тебя появилась своя собственная потребность самому себя организовать. Когда ты уже не ждешь, что это сделает кто-то за тебя. Вот получается, что, смотрите, в любом случае мы идем от потребностей. Даже когда мы планируем с вами просто один день, или планируем ли мы все три месяца лета, мы должны прислушиваться к потребностям своим, разумеется. Как мы с вами тогда проговаривали, у нас есть личное мое я. Я хочу, чтобы это лето для меня было, например, ярким, развивающим, безопасным. Далее я рассматриваю, а какое лето будет для моих детей, и я прислушиваюсь к их потребностям. И опять-таки у меня есть определенные критерии, потому что они могут тебе много что сказать, какие у них потребности. И вы видите эти возрастные потребности, психологические потребности, и тоже уже планируете лето. Ну и, конечно же, я всегда говорю, что семья – это отношения между мужчиной и женщиной. Вот в этом как раз сейчас есть такие достаточно у кого-то и большие сложности, потому что вот в этой вот постоянной гонке многие забыли об отношениях в паре. То есть мы вроде бы как бы встречаемся ненадолго, и мы можем друг друга потерпеть. А когда это уже становится такое достаточно длительное время, мы находимся плотно друг с другом, то мы опять же сталкиваемся с тем, что у нас могут быть разные потребности, разные взгляды, появляются какие-то трения в отношениях. И здесь как раз очень важно, опять же, вот это вот время, которое у нас сейчас появилось, его потратить с умом. И, возможно, как-то поэтапно вернуть вот те отношения, которые были. Если у нас всегда было, допустим, взаимопонимание, и сошлись мы на взаимной любви, согласии, то что-то же произошло, и это тоже произошло не сразу, не быстро. То есть, возможно, что какое-то время мы не так уделяли друг другу. А сейчас мы возвращаемся к тому, что мы пошагово восстанавливаем отношения в паре, в нашей семье, потому что часто дети бывают индикатором того, что между мамой и папой что-то не так. Поэтому спокойно выясняем, да, кто что хочет, почему ты этого хочешь. Где-то даже стараемся не просто задать вопрос, а услышать ответ. Бывает, мы зациклены на себе, да, может быть, на своих каких-то обидах. А нам очень важно сейчас услышать партнёра и наши отношения вывести на новый уровень. На новый качественный уровень. Вот действительно, опять-таки, если говорить про практические моменты, то мы в клиентских случаях часто слышим, да, что, например, муж говорит, я вообще не планирую ли это, у меня этим занимается супруга, да, я там ей доверяю или я принимаю то, что они придумали там с детьми, да. И даже если вот вы живёте именно в такой семейной системе, где вы сами планируете, а ваш супруг и ваши дети там соглашаются. Соглашаются, да, и подстраиваются, то, может быть, будет это лето совсем другим, и вы услышите потребности и своих детей, и своего супруга, и спросите их в обязательном порядке, чего же они хотят, и в связи с новыми реалиями сядете вместе и договоритесь, да. Очень важный момент, когда вот всё же сначала начинаем мы со своих собственных потребностей, со своих собственных желаний. Дальше, ну-ка, давайте сейчас мы проговорим, да, для наших слушателей. Дальше мы помним о том, что семья – это отношения между мужчиной и женщиной. Отношения и система, которые выстраиваются. Да, поэтому мы обсуждаем на уровне «я женщина, ты мужчина», чего мы хотим с тобой, да, этим летом. Например, может быть, это будет путешествие, не знаю, там, в соседний город, да, вдвоём. Да, потому что у нас есть в этом потребность. Мы можем оставить, попросить бабушек и дедушек присмотреть за детьми, но наполнить именно наши отношения как мужчины и женщины. Да, эмоциями именно, вот вернуться к тому, что мы пара. Да, и потом уже мы придумываем и нарезаем, как говорится, по плану какие-то мероприятия, задачи. Это уже как мы семья. Да, совершенно верно. И ещё, пожалуй, здесь вот такой важный момент – то, что у нас всегда должен быть план «Б». Да, да-да-да, про это мы сейчас тоже проговорим. Действительно, план «А» – это когда у нас что? Когда у нас всё по плану, да, мы сели, продумали, но, к сожалению, и даже не в это лето, а в любое лето может случиться так, что что-то пошло не по плану, да. Кто-то может заболеть, какие-то могут возникнуть ещё другие обстоятельства. И нам всегда важно проявить такую некую гибкость и придумать ещё какие-то альтернативные варианты. То есть, по крайней мере, мы должны их держать в голове, да, то есть, а может быть и так. Да, потому что, когда у нас есть несколько планов, то что? Нам всегда комфортнее от этого. Да, мы более адаптивны, да, мы готовы к вот этим самым изменениям, да, и у нас уже есть вот эти самые психологические ресурсы, чтобы их осуществить, эти планы. Да, бывает так, что вот, по крайней мере, сейчас и среди, опять же, клиентских запросов, вот есть такой момент, что люди концентрируются на негативе. То есть, у меня сплошные ограничения, это я не могу, это не получается, это нельзя. То есть, сейчас как раз время того, чтобы не сужать границы, а расширять их. Не сужать границы, а расширять их, да. Границы сознания хотя бы, да, своего восприятия мира. Совершенно верно. То есть, мы должны почувствовать себя, почувствовать свои возможности в этой ситуации. Не, ну, как бы, не концентрироваться на том, что, да, что-то сейчас вот мы в чём-то можем не быть, да, с достаточно развязанными руками, но у нас есть новые возможности. У нас есть своя вот эта вот внутренняя такая, да, может быть, это воображение, может быть, это какая-то гибкость, которую мы тренируем вот в этих ситуациях. Поэтому ни в коем случае не уходите в негатив, не тратьте даже на это время, свою энергию. И обязательно старайтесь вот в этих ситуациях находить новые возможности. Ну, вот смотрите, опять-таки клиентский случай, да, когда люди всё время отдыхали, ну, планировали отдыхали где-то за границей, да, ездили там к морю, наслаждались тем, чем могли себе позволить. А в этом году они скупают палатки, котелки, да, потому что вот так же сели, приняли решение, что в этом году никуда нос не будем высовывать за пределы там Российской Федерации, поэтому будем ходить в походы, да. И смотрите, вот давайте сейчас на этой даже примере мы разберём, в чём плюс. То есть получается, что в выходной вы садите своих домочадцев там в автомобиль, да, складываете всевозможные вот эти принадлежности туристические и выезжаете. И что мы там с вами получаем? Давайте с психологической даже точки зрения. С психологической точки зрения, во-первых, это новая для нас жизненная ситуация. Да, мы не так часто ходим в походы. Да, где мы не можем действовать по шаблону. Если мы не действуем по шаблону, у нас мозг, да, наш, мы его заставляем активно думать, мы все свои ресурсы, все свои знания подключаем, мы получаем по итогу новое нейронное связи. Нейронное связи – это наш личностный рост. Неважно, да, нам 40 лет, 50 лет, или это наш ребёнок, которому там 5, 7 или 10. Это своего рода такой вызов, да, для себя и, может быть, даже для детей. Это своего рода эмоция новая, потому что наши современные дети, многие вообще ни разу не ночевали в палатках ночью, да, где-нибудь в лесу. Они не кушали уху. Только что пойманной рыбы. Да, столько что пойманной рыбы. Они никогда не держали в руках удочки. И этим летом вы можете сами всё это организовать, испытать, насладиться этим. И, конечно же, ваши дети приобретут новый навык. Это очень важно и очень ценно. Опять же, вот благодаря тем эмоциям, которые мы получаем. А когда это ещё происходит в кругу семьи, то есть это, опять же, сплочение, сплочение, это преодоление каких-то, может быть, тех недоразумений, которые у нас возникли, потому что когда мы находимся в такой волнующей очень ситуации, когда нам надо именно сплотиться, когда нам нужно показать все свои ресурсы, что вот мы можем так действовать, мы можем так, мы можем преодолевать какие-то трудности. Пусть это, не знаю, комары или костёр, который никак не можем развести, когда нам нужно, допустим, поймать рыбу, потому что мы ничего другого не взяли, и только на неё весь расчёт. То есть мы всё, что умеем, мы это подключаем. Возникли какие-то непредвиденные ситуации, мы показываем, как мы справляемся с трудностями и объединяемся для того, чтобы нам всем было хорошо. Это бесценный просто опыт для каждой семьи. Вот смотрите, мы на примере всего лишь похода сейчас разобрали, как это влияет на нашу семейную систему, на наше будущее, да, как мы вообще наполняем своё настоящее. И таких примеров ведь может быть очень много, да. То есть что вы лично хотите этим летом реализовать, кроме того, что вот вы, например, хотели бы съездить к Валунам? Уже обсуждали это в семье? Да, мы уже обсуждали, и на самом деле у нас вот очень долго откладывался дачный вопрос, так как мы приобрели участок соседний от родителей, и вот вроде как бы, ну, там что-то посадить, но есть ещё планы и по застройке, есть ещё планы по обустройству. И, собственно, у меня уже младший сын, начиная, наверное, с января месяца, чертит планы, какой он будет строить дом. Ну, как здорово! Поэтому вот мы будем обращать внимание вот в эту сторону, потому что сад для нас – это и возможность работать на земле. Лично меня это очень наполняет как-то вот и… Заземляет. Заземляет, да. В хорошем смысле слова, да? В хорошем смысле слова. И это действительно такое очень ценное наполнение, которое идёт. Мы посадили арбузы. Надеемся, что это лето будет солнечным. И всё-таки мы сможем вырастить, потому что несколько лет назад всё-таки нам удалось это сделать, поэтому пробуем ещё раз. Да, я знаю людей, например, которые в наших широтах умудряются вырастить виноград, собрать его, да, а потом можно его ещё и кушать или, например, использовать для приготовления чего-либо другого. Да, это, ну, на самом деле, здорово. И это такой эксперимент, который, ну, на самом деле, интересно, просто интересно сделать даже, ну, с точки зрения, как это будет. Да, ну, вызовы, да? Вы когда-нибудь видели, чтобы у нас в саду, в огороде арбузы росли, да? Вот у нас вот будут расти они. Это всегда интересно, это эксперимент. Да. Дети, на самом деле, очень вдохновились этим, поэтому они даже готовы вскопать землю и поливать. Сейчас присматривают активно за рассадой, то есть это, ну, тоже такая ответственность. Поэтому я считаю, что это вот наше лето будет таким, и это нисколько не ухудшит его качество, чем оно сложилось бы в других условиях. Итак, посмотрите, что вы можете сделать этим летом для себя любимого, для своих детей и для себя как в отношениях между мужчиной и женщиной, чтобы каждый день этого прекрасного лета не прошел мимо вас, да? Посмотрите, например, можно обязательно запланировать какую-нибудь красивую семейную фотосессию. Почему бы нет? Если, например, вы не хотите, чтобы это было на профессиональном уровне, то посмотрите, кто может это сделать из членов вашей семьи. Пожалуйста. Как говорится, в каждом телефоне есть камера, и почему бы не фотографировать каждый день своего предстоящего лета, а потом в конце сделать, например, потрясающий фотоальбом? Как прожили мы это лето вроде бы в каких-то процессах ограничения, да? Оказывается, оно было самым ярким, самым незабывающим, самым-самым-самым любимым и солнечным, даже если вдруг каждый день там будут дожди. Мы с вами легко верим в плохие прогнозы, но давайте будем настраиваться на хорошее. Действительно, так? Ну что, также я думаю, что мы можем рекомендовать и творчеством заниматься, да? На самом деле, да, потому что, опять же, часто у нас какие-то хобби откладываются, да, потому что некогда, потому что мы не успеваем, потому что нет времени. Сейчас, пожалуй, оно есть, и сейчас вариантов даже онлайн обучения, чему вам бы хотелось, их появилось очень-очень много. Потому что появилась возможность общаться не только с какими-то рукодельницами нашего города, но и других городов, поэтому это тоже очень ценный ресурс. И, с другой стороны, творчество, оно ведь всегда помогает человеку, опять же, для его внутреннего мира. Если мы устали, если мы расстроены, если мы чем-то напуганы, вполне мы можем это выразить в цвете, в красках, в лепке. И это позволяет нам быть в контакте с самим собой, со своими чувствами, со своими эмоциями, да? И, опять же, научить этому ребёнка, потому что творчество – это такой процесс, который доступен даже самым маленьким детям, которые ещё не могут что-то проговорить. Но если мы видим, что они там стали плохо кушать, плохо спят, что-то с ними такое происходит, то как раз через творчество мы можем помочь им справиться с этими негативными эмоциями. Согласна полностью, Анна. А я вот лично в завершении нашей программы хочу порекомендовать, если вы работаете над отношениями мужчины и женщины, то обязательно парой сходите и поработайте с глиной. Да, например, вместе создать из глины какой-либо шедевр... Да, чайную пару. Да, чайную пару – это того стоит, действительно. Потом, смотрите, если вы всей семьёй выходите в лес погулять, да, конечно же, не забудьте пособирать грибы. Они у нас в этом году должны быть, невисокосный год, он говорит, очень всегда. Да, я, кстати, уже видела у кого-то фотографии в полных корзинах. Да, есть весенние грибы. Также, например, вот мы всегда собираем всевозможные мох, палочки, причудливые, красивые веточки, и потом создаём вместе всевозможное панно. Да, и вот, пожалуйста, уже на даче эти панно из природных ресурсов висят, украшают там баню, украшают там прихожую. Да, это может быть подарком. Да, это может быть хорошим подарком для родных и близких, для друзей на день рождения. Используйте все возможности, чтобы быть вместе, чувствовать друг друга, быть в хорошем настроении, ну и наслаждаться этим летом. Кстати, про это мы ещё поговорим и не раз. А я благодарю Анну Кочарова, практикующего психолога, за эту увлекательную программу. Благодарю вас. Мы сегодня говорили, как подготовиться к лету, как запланировать это неожиданное для нас лето, чтобы не пропустить его. А то некоторые умудряются пропускать не только лето, но и вот эту весну, которую мы с вами жили в период самоизоляции. Это была программа «Практическая психология». Я, Надежда Бушмельева, желаю всем любви, здоровья и счастья. Всех благ. Практическая психология